так ребята всем привет у нас сегодня воскресенье боже мой да сейчас у меня локоны раскрутили значит что делала я укладку без пенки без фиксатора всякого просто накрутила они уже раскрутились у меня как вы можете шумалата накрутила сделай сделала такой легкий летний макияж ничего там не рисовала свинчо реснички подкрасила чуть тень и блеск но уже в такую погоду конечно жиру все раскрутилась жарко тоналка конечно это плохо что хотела рассказать сегодня у меня прошла я решила все-таки кстати говоря что какими-то маленькими деталями там то что я считаю нужным буду рассказывать вам вот сегодня я решила рассказать как я провела сегодня свое воскресенье с моим парнем я считаю что чуть-чуть я могу с вами поделиться но не не все буду рассказывать вам так вот как у меня прошел выходной день лично у меня сегодня я съездила с моим парнем дюссельдорф мы гуляли с ним он рассказывал мне я конечно google google поиск меня в голове был потому что я не понимала когда он не пытался что-то объяснить и рассказать а потом я забываю что ты не понимаешь немецкого языка но мне было все равно приятно я где-то догадывалась то что он рассказывал где-то фрагментами он даже на пальцах это все показывал ну короче это как обычно но тем не менее погуляли мы очень долго устали очень жарко просто погода капец я хотя бы я сня вышла просто думаю зачем я сделаю эту прическу зачем я одела вот платье зачем вообще иду на эту встречу не знаю что что и как будет опять но скажу так погуляли все равно классные очень рада что все-таки выбралась поехали вот дюссельдорф а потом мы прогулялись и он решил пригласить меня в кафе может так сказать кафе-ресторан но больше это на ресторан похоже но и за день сама как кафе и пригласили пригласил меня мы конечно же сель и видя выслив сейчас ваши комментарии а кто же будет платить я или он типа поделим мы сумму или как это будет вообще выглядеть но я была удивлена что я ничего вообще не заплатила ребята мне немножко это удивляет потому что реально было настроено когда мы заходили в кафе типа я ограничила себя там что-то покупать понятно и так не хотела на самосуде по думаю блин а как же бы типа если он будет прилагать не бери то бери тук кушать типа я вам тебя посвету то есть у меня такое было но такого слабого не было он просто сказал что ты хочешь типа но сам он лично только одно предложил этот свинина как она называется забыла как же называется свинина я забыл а свиная рулька да но как-то по-другому она называется уже забыла на свинина там просто было написано как-то интересно и короче и вот все что он приложил это это и я как бы сначала думала думала я быстренько было думаю ладно соглашусь таракан вы бегали как и сейчас потому что я отхожу еще от этой встречи было очень приятно рулька была вкусная но жирненькая я не люблю жир но было вкусно в целом он просто наставил попробовать парик попробуй это наше блюдо бабло я попробовала да реально тот кто любит такое жирненькая то советую а так куда вкусно очень вкусно даже ничем также угостил меня красным вином вино было полусладкая и и десерт и десерт я съела чизки и на этом все все счет и я думала что сейчас настанет момент когда я просто вот вы не знаю что делать потому что реально денег особо я не брала и я не рассчитывала на какие-то кафешки рестораны просто решили вот прогуляться по дюссельдорф но я была удивлена приятно что он все заплатил сам то как я и говорила что если вы там думаете что будет все немцы ну тогда девочки сборили я до последнего не верила что типа хотя я сомневаюсь потому что некоторые еще говорят что типа первая встреча если вы идете в кафе ресторан возможно да он за вас заплатит а в дальнейшем вы если вы пойдете вместе то может быть уже будете делить счет пополам ну я не знаю меня это впечатлило что он заплатил этот счет сумма была кстати говоря не маленькая около 90 чем-то около 100 евро но сам факт это было приятно потом мы прогуливались из долго не ходили ну как сказать вообще мне казалось что мы очень сильно долго ходим а из-за жиры ну из-за жиры мне казалось что мы очень сильно долго на самом деле мы не прям таки так долго где-то выходили туда станет центре погуляли было классно посмотреть на это все опять таки ему писала конечно переводчики что я много раз здесь была говорила что типа и родители мои здесь были когда приезжали и все в этом плане он конечно я не знаю ребята я немножко знаете не отошла того момента повторю еще раз что я вышла с кафе и что не заплатила я я все-таки уже тогда когда уже это все произошло у меня было в голове что сейчас типа по любому я буду платить со своих денег но нет ну увидим как и чтобы дальше складываться но я была очень рада что вот так провела замечательно свой день с молодым моим человеком хоть он меня не понимает я его не понимаю еще до сих пор потому что языковые барьеры для меня проблема но сейчас я буду быстренько переодеваться я кстати не знала не делала немецкий или нет но лично для себя сейчас буду хоть что-то по чуть-чуть заниматься немецким языком как-то так вот день прошел я еще зашла в квартиру я не на не накричала потому что сани всегда договоримся типа я говорю анечка пожалуйста сделать то есть они все сделаны кухню не убрала а речь то сегодня и плохо что вчера она не выспалась после вчерашнего эфира вроде мы недолго как бы посидели она просто говорит что погода влияет ну это правда потому что сейчас что нашем городе что он дюссельдорфе реально очень жарко я реально когда мы гуляли мне было реально плохо задышка но задышка у меня было из-за что я думаю что это сигарет из-за того что я курю кстати он против курения хоть сам курит курит айкос но настаивал чтобы я такая молодая чтобы я бросила курить как-то так провели значит мой день не знаю что вам еще рассказать все на этом принципе да а я взборим пополам буду изучать немецкий язык переодеваться готовится завтрашнего дню завтра у нас опять боевые дни настают курсы немецкого языка который мы сейчас проходим на а2 будем конечно же вас будем вам конечно показывать что и как у нас происходит как мы все обещаем да и в общем про все как я говорю боже мой я сегодня наверное я не знатали на меня солнце действия не знатали они могут свечки мне реально очень-очень душно до сих пор и и жарко я говорю что я до сих пор удивлена что я не могу отойти от того что я не заплатила день часа на меня на киньте снова просто вы сами описали мне что типа девочки некоторые писали типа нас это мне надеюсь особо типа если что готовит кошелек поэтому я до сих пор удивлена что вот первая встреча прошла так я не знаю если в следующий раз мы пойдем где-то в кафе или куда возможно да буду платить я его пополам также ребята как-то так всем спасибо за просмотр поставьте пожалуйста лайк на этом видео поста и напишите пожалуйста ваш комментарий все всех люблю всех целую всем пока